В этом году исполняется 50 лет городу Колыме. Поэтому мы и выбрали такую тему. Это одна из причин. Вторая причина – это то, что просто у нас появилась возможность, кроме нашего книжного собрания, показать еще какие-то материалы, которые нам предоставила Мария Васильевна Половенская, которой мы за это очень благодарны. Вот. И... Ну, все. Да, я хочу еще извиниться. Значит, обычно у нас идет сразу трансляция онлайн-интернет. Сегодня только по техническим причинам это невозможно, поэтому просто проводится запись, а потом эта запись будет приложена на интернет. Это не сразу, но немножечко попозже будет. Я не сяду. За 80 лет на Колыме было... Я маленькую такую справку историческую просто для того, чтобы рассказать немножко людям, которые ничего не знают о Колыме, о Дальстрое. Я немножко расскажу. За 80 лет на Колыме было добыто огромное количество золота – 3000 тонн. В них вошли 350 тонн, которые были добыты в предвоенные годы, и которыми, собственно говоря, которые позволили советскому государству покупать за это золото за рубежом необходимое промышленное оборудование, создавать мощный военный потенциал. Именно колымским золотом мы расплачивались за поставки пунктов лица во время Второй мировой войны. Большая роль в своеме колымского края добыча золота принадлежала заключенным, осужденным в 58-й статье, так называемым «рагам народа». Через колымские лагеря и Дальстроя прошли многие крупные хозяйственные и политические деятели. Заключенными на Колыме были Сергей Павлович Королев, лауреат в Сталинской и Ленинской премии «Химик» Харжалин, математик и философ Налимов, ученый и художник Георгий Карлович Вагнер, писатель Шаламов, режиссер Леонид Варпаховский, артисты Жонов, Урусова, Гаркуша Шашлова, Вадим Козин, художники Шерман, Шухарф и многие другие. Здесь было много тысяч иностранцев. Здесь были странные люди всех наций и народностей СССР. В этом колымские лагеря не отмечались от всех остальных лагерей. В нашей электронной библиотеке «Воспоминания о ГУЛАГе и Харте», которая опубликована в интернете, колымские воспоминания составляют одно из самых значительных по количеству. Это их 187. Самые первые воспоминания, которые появились, это воспоминания Александра Васильевича Харбатова, который был узником лагеря в Мальдяке с 1939 по 1941 год. По 1941 год. Чудом остался жив. Позднее, в 1978 году, сначала в Лондоне были опубликованы колосские рассказы Шаламова. У нас в стране они были опубликованы только в 1988 году. Именно с 1988, в конце 1980-х годов, и началась основная публикация воспоминаний, политических заключенных в СССР. Поэтому эта тема была закрытой, не опубликовались эти воспоминания, не лите, если и писали, то писали все. Ну, широко известны воспоминания Евгения Семеновна Генцбург, Ольга Львовна Адамова Семеновна Генцбург, черные камни Анатолия Шаламова. Вот маленькая выставка, которую мы здесь выложили, вот она показывает основные воспоминания, наиболее широко известные. Среди этих воспоминаний и есть книга нашего сегодняшнего власти, Юрия Львовича Федельбольца, который был узником колумбского, одного из, наверное, не одного, а узником колумбских лагерей Юрий Львович Абаков сам расскажет. Вот его книга «Тут Ванецкий порт», она там тоже представлена. Александр Васильевич Карбатов в своих воспоминаниях года и года написал, «Нет сомнения, что большая роль в первоначальном развитии и эксплуатации колумбского края принадлежала заключенным. С тех пор, конечно, как сюда стали посылать так называемых врагов народа, людей высокой квалификации в самых различных отраслях труда, привыкших трудиться не за страх, а за совесть. Но нет сомнения и в том, что эти же люди могли бы принести пользу неизмеримо большим, если бы они не были утручены неотвязной мыслью о своем незаслуженном унижении, если бы их не терзала тревога за судьбу близких, если бы они жили в человеческих условиях, если бы их трудовыми усилиями распоряжались знающие и добросовестные руководители, а не надзиратели, упоемые, случайно доставшиеся бесконтрольные власти. Все заключенные работали на предприятиях знаменитого тресла – Дальстрой. Дальстрой не имел отношения к началу золотодобычи на северо-востоке. Еще экспедиции облачево-билибина-целеградского в 1926-1931 годах открыли ряд крупных месторождений – золоты и высоко оценили перспективы бассейна реки. Дальстрой продолжил начатую донить золотодобычу, но уже другими репрессивно-политическими методами. Создан был знаменитый государственный депресс по дорожному и промышленному строительству в ноябре 1931 года, а в апреле 1932 года был создан его эрли-спомник «Северо-восточный исправительный трудовой лагерь» – «Севго-босклаг». Начальник достоин был по совместительству начальником «Севго-босклаг». Сейчас мы посмотрим фрагмент документального фильма «Колыма». Режиссер Микайл Михеев. Фильм был снят с фоказом телевидения «Колыма». Фильм «Колыма» Фильм «Колыма» Фильм «Колыма» Фильм «Колыма» Камень в север сопротивлялись всеми силами, не пуская мертвецов в свои недра. Камень обещал ничего не сбывать, обещал ждать и беречь тайн. Суровые зимы, ветры, дожди, вот мне мертвецов у камня. Раскрылась земля, показываясь на и подземные друговые. И вот в подземных родовых колынули не только золото, не только голого, не только вольтран, не только уран, но и не длинные человеческие тела. Все начиналось очень просто. Если вспомнить нашу историю, в 30-е годы были объявлены партией годами индустриализации. Страна Советов Коста нуждалась в золоте для закупки новой техники за рубежом. А на кроме золота было. И в 31-м году по решению Политбюро ЦК ВКПП Совет труда и обороны принял постановление об организации на кроме Треста по освоению природных богатств этого края. Во всех последующих документах Трест скромно именовался Дальстрой. Его директором был назначен Эдуард Петрович Герзин. 4 февраля 1932 года в бухту Нагарин прибыло все руководство Дальстрой и первые добровольцы, откликнувшись на призыв Родины, покорить суровую и неприступную клоуну. Я был весь проникнут Жак-Лунским в ближний день, а тогда, в это тяжелое время, 31-й год, никакого было не успокоения, не романски, не красоты. Вполне естественно, пути мы куда-то подальше и поинтереснее. Вот так получилось, что уголовно смешивалось, попытник, я один всего года, следующий год был, у меня 21-й год шел. И вот вошли в бухту Нагаева и подъехали мы к тому месту, это был, так сказать, именитый Нагайский причал. Мы по два часа примерно погребали тоже к этому причалу, а были одеты в день в зеленых, потихоньку. Я выскочил по градоставу мимо часового и прямо на кухню, на плиту вот такой, и я зато первый день идем. Ну что, ну там уже лазер заключенных. Мы проходили мимо Недземича. Поэтому не больно большая честь была разбивать первые улицы Багадана. Она, собственно, и появилась только одна. Она была протянута примерно метром 300 до Береги-Магаданки, на которой был уже дом 12-й апостол. Это жирой дом, сделан из бетон. В нем жили 12 человек элиты, высшего технического персонала. Мы туда, как говорят, рейху не вышли. За долго до приезда высшего начальства Треста, Берзин организовала отправку пароходом в Нагаево более 200 заключенных дальневосточных лагерей. Это была ближайшая в то время рабочая сила. Холод и голод в пути сделаны свое дело. В живых осталось лишь четверть. Они-то и начали строительство города Багадана и первых колымских лагерей. Лагеря женский был там, где участие фабрика. Может, свой лагерь был там за автобазой сразу. Кусочек здесь вот был, лагеря. Здесь конный двор, и рядом с ним лагерь был. Большой лагерь перед ним был на 2-м киломатре. Вот эта площадь, где перед Гороком была площадь, она была вся в лагере. Вот такая ситуация была. Ну, вот эта вот первая, самая первая-первая площадка была. А потом уже в 34-м году вот там стали отвоевывать у горы Порт. Вот здесь прямо нас высадили, здесь стоит площадка. А здесь сплошная тайга была. И стали просить, чтобы прорубать. Ничего, да? Ничего не было. Палатки и маленькие, девеные домики были. Жили мы в палатке на берегу моря. Зимой нам дали человек 14, не помню, 16 исключенных. Долбить в лунки. Тогда, как утром, вышел я, оттирался снегом, посмотрел. По морю, по припаю, бежит лошадка, танки, его веселять. Я, думаю, гнал пирсик. И вот как Сидар Петрович снимает с себя ту лугу, мельким шаром поднимается по ступенькам к гналу. Здесь что же, а теперь живой. Наши плечи в один голос. Да, помнишь. Да, помнишь. А чем тут донать? Два дяди. А, при чем? Ох, это очень нужно. Ну, хорошо. Дошел нас, посидел, в минуту, знаю, там несколько вопросов. Как не помню, такое. Ну, когда вы кончите? Два варианта, что еще плохо. Да, 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 да. Ну, карман нужен. Ну, я тоже, бывает, листок, лакнота, и пишет в прежизне вреда 20 порядок кайков. Эдуард Петрович Берзин. Латыш из крестьян. Мечтал стать архитектором. Окончил Берлинское королевское училище в живописи. Но был призван на военную службу. Залеченный храбростный фронтарк Первого мирового имел Георгиевский крест и тяжелое заменение. После октября прапорщик Берзин стал командиром дивизиона латышских стрелков, вступил в партию, активно боролся за становление советской власти. С 1929 года кадровый профессиональный чекист руководил строительством комбината «Навиши». А строили его тоже заключенные. У него улыбка такая, добрая улыбка была. Он очень радушно встречал. Трудно будет вам, товарищи. Дороги нет, вам придется пешком 500 километров пройти. 500 километров почему? Да, строительство. Первые опытные эмбогатитные фабрики в район Среднякана. И мы туда жили пешком. 22 дня. Но строительство, это было заключенные в основном люди. Первые этапы сосну суда по статье 7, 8, 32, так называемые. Это от 7 августа 32 года, когда в обеде голода, там люди на полях брали зерно, оставшиеся и брали кочан, капусту, все равно тройка судила. И, как правило, эта судьба была 10 лет, 10 лет без всяких взрывов. Но, вы знаете, при нем заключенные вообще располагировали. Вот это все побережье, Охотское море, вот здесь юное побережье, оно все колонизировано было вот этой группой рабочих. И он им дал вот право строить себе дома, вызывать сюда семьи. И они работали как вольные наемные. А потом уже вот следующий директор в эстрон. Павел все это тройки, все за колючей проволоку поместил. Павел все это тройки, все за колючей проволоку поместил. Павел все это тройки, все за колючей проволоку поместил. Павел все это тройки, все за колючей проволоку поместил. Павел все это тройки, все за колючей проволоку поместил. Общая. Правда, я не знаю, что это тройки. 15,000 золота. Сколько он заключённых? Два с полтинниками. Чего ты мне скажешь? Я думаю, что он на сторону Лола и Голуб. В моём представлении есть они заключённые, значит, они преступники, значит, они стоят того, сознательного такого человека и нас всех, энтузиастов. Ведь мы не только огромное, мы же понимали, что это творится история. Ведь если мы ходили по рекам по речам, трассировали, проделали дорогу на плечка, так мы же понимали, что это первопроходчики. И тут какие-то, во-первых, гондрики, уголовники, которых присутили к высшей мере, которые касаются ненерием 10-юх годов, но вы сами понимаете наши отношения. Я не был консомольцем, я был беспортийным, но всё равно я имею в виду про них, кто духом к тому блин, к тому дитя своё блин, понимаете? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ты ли, ты ли, ты ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога построена вся от камней лопаты, от тачки и горы Все повторяли и повторяли здесь Непрасовскую железную дорогу Мы выживались под зною, под холодом С вечно согнутой спиной Жили в землянках, боролись с голодом Мерзли и могли, болели снегой Да не поверили за отчизну любезную Вынес достаточно русский народ Вынеси эту дорогу железную Вынеси все, что Господь пошлет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отец открылась в первую школу в 13-м году Он тоже борщечка А мама был сослужил сюда В 1990-м году еще А вот наш дом За это все Спасибо Удом построили Построили в знак благодарности Режим, щадящий режим, установленный на полуцких лагерях Эдуарда Петровича Берзина, принес свои результаты. Он характеризовался как сравнительно мягкий щадящий. Шалам написал о Берзине. Эдуард Петрович Берзин пытался весьма успешно разрешить проблему колонизации другого края и одновременно проблему перековки и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам, отличное питание, одежда, рабочий день, зимой 4-6 часов, летом 9 часов. Колоссальные зарубки для заключенных, позволявшие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. Воробь тогда на колыбу попасть в лутон. Этот режим принес в первый Берзинский период деятельности до строя свои несомненные плоды. В конце 1937 года закончилось строительство основной базы в Магадане и Нагадане. Было проложено основное полотно Хавырской трассы и ее ответвление к приискам. Созданный Нагайский морской порт, свой собственный морской речный флорт и ряд других производств. В период с 1932 по 1937 год до строя дали почти 106 тонн химической чистого золота. А с 1937 года на рудниках кинжалов и кубичах станет бывать второй этап – полога. Идуард Петрович Берзин был арестован 19 декабря 1937 года на станции Александр. По дороге в Москву в отпуск, как организатор и руководитель Колымской антисоветской шпионской повстанческой террористической и религиозной организации. В конце 1937 года на Колумб прибыло новое руководство Дальстроя во главе со старшим майором в постбезопасности Павловым. Одновременно с ним прибыл новый начальник ОНКВД Подальстроя в Сбиранске и начальник силу АГО НКВД Павлович Гора. И прибыла так называемая Московская бригада, состоявшая из четырех чекистов. Прибывла в Магадан, Московская бригада, спубликовала дело так называемой коммунной подторной организации, которая возглавлялась бывшим дирекциям Дальстроя Берзином. По данному делу привлекли не одну сотню военно-наемных дарстроевцев и заключенных. За этот период, конец 1937-1938 года, было подготовлено и рассмотрено 10 тысяч дел. Из них по первой категории расстрел 3 220 дел и по второй категории 10 лет 4 тысячи дел. Приказом от июня 1938 года Павлов разрешил задерживать заключенных на работах до 16 часов рабочего времени. Сокращение норм питания, зачастую ниже установленных норм, не могли отразиться на работе лагеря. Началась большая смертность. За 1938 год умерло заключенных 10 251 человек. Главным образом от истощения, хотя смертность документировалась различными болезнями. Этот период, конца 1937-1938 год, был необычайно жестоким во всей истории Севаст-Лагер. Он характеризовался массовыми репрессиями, гибелью заключенных от истощения, болезней, ничем не оправданными расстрелами. Он получил название Гаранинского, но, в общем-то, не очень заслуженно это имя было использовано, потому что Гаранин был начальником Севаст-Лагер. И каждое утро и каждый вечер на поверке заключенных зачитывались по приказе о расстрелах, подписанные Гаранином. Но Гаранин подписывал приказ, подготовленный тройкой, которую возглавлял Павлов. И вот на роль Гаранина есть несколько точек зрения. Александр Козлов, старший сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института, пишет о том, что документального подтверждения фактов применения незаконных репрессий со стороны Гаранина не найдено. А многие заключенные пишут о том, что они сами были свидетелями расстрела, когда Гаранин лично расстрелил. Гаранин был в 1938 году арестован. Его пытали, потом отправили в Москву. В Москве он был приговорен к восьми годам лагерей. Срок был кошек продлен, и он умер в лагере в 1940 году. В 1989 году Гаранин был реабилитирован. Так что вот такая несправедливая по отношению к его имени, к его судьбам. Берзин сменил на посту начальника директора достроя Павлов, которого потом сменил позже Никишов. И Никишов пробыл на этом посту с 1940 по 1948 год. Эти годы были тоже очень жестокими по отношению к заключенным, потому что шла война. Ну, и в 1953 году это строя был передан Министерством экологической промышленности. Его кулаковский этап был, таким образом, закончен. Теперь, что касается Каннамской трассы. Юрий Романович, вы будете рассказывать что-нибудь об истории Каннамской трассы? Сейчас, сейчас, минуточку. Я тогда не буду касаться строительства Каннамской трассы, потому что о Каннамской трассе Юрий Романович и Кеменко, который знает, и проехал по Каннамской трассе, и работал на Колыме. Много лет он был пилотом, занимался историей строительства Каннамской трассы. А я тогда просто коснусь вопроса о количестве заключенных. Это то, которое прошло через систему Дальстроя. Это тоже оказался достаточно спорным вопросом. Хранищиеся в ГАРФ документы позволяют вывести общее количество заключенных, завезенных Дальстроя с 1932 до 1956 года, как 776 тысяч 43 человека, из которых погибло по разным причинам, умерло или было расстреляно до 150 тысяч человек. Около по окончании срока 546 тысяч 972 человека. Почти такие же спиферы сообщают документы Государственного архива Магаданской области. По данным книгам «За нами придут корабли» – это книга со списками расстрелянных в Магаданской области, расстреляно было 75 500 человек. 128 тысяч погибли от голода, холода и болезней и были застрелены. Не расстрелены, а застрелены. Ежегодно от невыносимых условий труда и обида погибало до 15% логерных петингентов. Третий источник. В 1995 году секретные данные о численности заключенных умерших, погибших и освободившихся из лагерей были опубликованы в интервью начальника архивного подразделения управления ФСБ по Магаданской области. Кониной сообщивших, что под материалом дать строение КВДС в 1932-1956 год на территорию области завезли 2 миллиона 157 тысяч человек. То есть больше, чем 2 раз в предыдущих цифрах. Эти данные в свое время были объяснены досадной опечаткой. Петр Зимович Демонт, колымский узник, инженер, писатель, выступает на конференции и сказал «Согласно наблюдениям Варламда Тихонча Шаланова, я и сам могу подтвердить это из личного горького опыта с 1932 годов, в состав Магад полностью обновлялся 2-3 раза за сезон и выживала лишь незначительная часть заключенных, актированных заключенных. Подобный расчет позволяет судить о том, что ежегодно на Колыме и Чугольке погибало до 100-150 тысяч человек. За 20 лет таким образом может набраться названная выше цифры 2 миллиона. Вот такова цена освоения колымского региона и цена колымского узора. Ну и я хотела еще в завершение рассказать, немножко рассказать о современном положении с добычей золота на Колыме. В настоящее время государственной добычи нет золота. Добычу ведут частные компании и старатели, продолжав доработать 10 раз. В конце советских унион добывали 30 тонн золота. Вы помните, что в 40-м году было добыто 80 тонн, но потом постепенно, по естественным причинам, добыча стала сокращаться. В настоящее время добывают 20 тонн, а вот там были графики, на это можно будет увидеть. Поиски и разведка месторождения в настоящее время не ведутся. Судьба поселков, поселков, которые возникли вдоль Колымской трассы, это поселки Геологов, поселки Принсковы. Вот на примере поселка Ярдово, в начале 90-х годов, население 10 тысяч человек, сейчас 3 тысячи человек. Ягодинская комплексная биоразвидочная экспедиция, которая, скорее всего, была городообразующая, вот тут ягодинцы присутствующие могут меня испоправить, расформирована. Геологическое управление системы восток геологии репетирует. Вот за эти данные сведения я хочу поблагодарить Марию Васильевну Флоренскую и Владимира Алексеевича Барнина за консультацию о современном состоянии золоподобычи. Ну, вот свою часть я закончила, спасибо. А теперь следующий у нас, у нас вот здесь гость, два гостя, вернее, Юрий Львович Федергольц, бывший заключенный колымских лагерей, потом инженер-строитель и писатель. Вот там лежит книга «Тот фанинский польт», который написан Юрием Львовичем. Ну, и вот второй наш гость – это Юрий Романович Львович Федергольц, который проработал много лет на колыме пилотом, пилотчиком, и тоже теперь стал, вернее, теперь стал художником. И его работы вот здесь представлены. У нас именно из-за выставки вот двух художников наше сегодняшний вечер, у нас два облика Колымы, потому что вот там, вы видите, работы Ледвига Симонова, ну, это немножечко попозже, а об этом поговорим. И с этой стороны Колымская трасса, так как ее видит Юрий Романович. Ну, а сейчас я предоставляю слово Юрию Львовичу Федергольцу. Юрий Львович, пожалуйста, возьмите. Юрий Львович, у вас положено в 35 минуты. 35 минут. 35? 35 минут. 35 минут. С чего начать, даже не знаю. Как вы попали на полу? Значит, попал я, конечно, весьма сложно. Пути вообще Господни неисповедимы. Ну, вот. Из Москвы после приговора мне дали 10 следов, и моим товарищам тоже столько же. Нам в минии ужасное преступление, что мы группа антисоветская и так далее. Что мы, значит, делали ужасную работу под роль советской власти. Ну, это все ерунда, если уж так говорить. Но, по всей видимости, это нужно больше всего было тем, кто нас хватал. Потому что они на этом зарабатывали ордена и чины. Я рос в нормальной советской семье. Я рос в семье врача. И я бы сказал, что ничем я не отличался от других, от своих, не таких же, как я, сорванцов. Единственное только что, может быть, мне больше нравилось рассуждение всякое. И сам я какие-то делал выводы, любил читать книги. Может быть, некоторые книги не совсем были подходящие. Ну, в общем, я влип. Но я так и остался советским человеком. Хотя и был осужден, как враг народа. Сидели такие, как я, люди, и постарше меня. В нашей камере были люди довольно известные. Мальков Павел Дмитриевич, это комендант Смольного Кремля. И вместе со мной играл в шахматы и другие. Ну, из великоплежеских фамилий. Галинсен был такой. Тоже сидел вместе в общей камере. В лагере был заместитель зап. протокольного отдела Министерства иностранных дел Барков. Вместе со мной сидел. Ну, вот, когда нас повезли из Москвы на Столыпинском вагоне туда, на восток, мы думали, куда черт нас загоняет. Интересно, куда же? Оказывается, значит, у нас было направление к Свердловску. Город Свердловск по-старому. А сейчас это... Вот, да? Да. Вот. Такая вещь. И вот бывалый зэк, который уже сидел, говорит, вот теперь ты, говорит, посмотри, где ты находишься. Вот найти там щелочку какую-нибудь, через... у нас было, кроме решеток, еще были сделаны эти самые... такие пластинки спускались, чтобы загораживать наше зрение, чтобы не останавливалось. Ну, вот, но все-таки можно было что-то разглядеть. И он говорит, вот посмотри, что там. И я посмотрел и ужаснулся. Прямо от... от вагона и дальше до самого горизонта шли вышки, вышки, заборы и сплошные лагеря. Я никогда не думал, что Россия в этом отношении является таким государством, в котором вот это вот, понимаете ли, зиждется строй на... вот на таком насилии. И... мне это показалось щедно. Странно очень. Ну, когда я дальше уже... меня уже там высаживали и попадал я уже в зону и не в одну, а в нескольких зонах сидел, я сразу понял, что все, что я проходил раньше в юности, в детстве, это была прелюдия, настоящая жизнь вот в этих лагерях, в этих жутких лагерях, где людей гоняют на развод, где бьют, понимаете ли, дубьем, где издеваются над человеком, превращают его в какую-то рабочую скотину. вот такая вот вещь. И, безусловно, это в дальнейшем очень сильно повлияло на меня. Очень сильно. Такая вот обстановка. Я могу вам прочитать несколько своих стихотворений, связанных с этим периодом. Вот есть такое стихотворение. Сейчас. ЧАРДЫШ МОНТИ, ЧАРДЫШ МОНТИ, Живы хлопцы на развод, Музыкантика не троньте, Он в сердцах тальянку рвет, Заменить бы ту тальянку На Матьярский штольф погод Гонят зэков с позаранку, Зэков гонят на развод. Тот мотивчик непечальный, Ходит пальцами вот так, Его слышит Самый дальний, Аж пятнадцатый барак. Дрын гуляет по бачланам, Конвоиров до хрена Поднимается с туманом Взля советская страна. Вуля наша, Гильза ваша, И у вакты будто черт, Музыкант чернее сажи, Чешет вслед тебе горд. У моей сырой магиры Слез прошу я не роняй, И в суровой нашей были Монти-Чардаш вспоминает. Дальше. Колыма. Стихотворение, Посвященное Колыме. В белоснежной пустыне Среди взломанных гор Сквозь тяжелые веки Кто-то смотрит в упор, Взгляд спокойный и строгий, Изучающий взгляд, Ледяная прозрачность Ни вперед, Ни назад. Ты уже не хозяин Над своей судьбой, Неуемная сила Завладела тобой. Ходят, бродят безмолвия Средь заснеженных трасс. Пусть в наручниках Зэки Мой дополнил рассказ. Дальше. Дмитрий Леонидович, А когда вы попали на Колуму? Когда вы попали на Колуму? В каком году? Я попал в 48-м году. И до какого года? До 54-го, А потом два года Еще в ссылке в Караганде. Ну, так может быть... Вначале я сидел в лагере Возерлаге. Это Тайшет-Братск. Это там, где братская детка. Потом приехали ко мне родители, имели счастье повидеться со мной. И потом узнал об этом оперуполномоченный Куб по нашему по лагерному так называли оперуполномоченного. И решил, что враги народа хотят иметь дружбу, связь иметь с советской охраной, с советскими органами. Вот, значит, они обвиняли в том, что начальник лагеря пошел на поводу у моих родителей. И меня устроил в сам часть после того, как они уехали. И поэтому надо его, то есть меня, послать еще подальше куда-нибудь. Вот. И вот первым же этапом я был включен в список, который должен был ехать на Колуму. Вот таким образом я попал на Колуму. Вот. Ну, Юрий Георгиевич, а на Колуму, а дальше, то есть вы в бухту на Гаеве обычным путем на пароходе, а потом? Пароход я сейчас вам покажу. Вот здесь у меня есть книжечка выпущенная датчанином от них там, который здесь был. Здесь очень интересный снимок. Это я здесь вот, фотография моя. И есть еще это Никишок, король тундры и тайги. Это Колымский бог. Он по существу командовал всеми людьми. От него зависела судьба миллионов людей. Вот. Такой вот начальник. Он похоронен в этом самом Новогангерском кладбище. Вот. Вот Джурма. Пароход Джурма. Ага, да. Вот этот Джурма, проход, который меня нес на голову. В трюме было там три трюма. В каждом были свои люди. Каждый трюм запирался. И в одном сидели уголовники, в другом 58-я статья политические. А в третьем это так называемый беспредел. Или как их называли макновцы. Или суки. Это воры, которые уже не имели ни закона, ничего своего не имели. В общем, это какая-то разношерстная публика. Но явно склонны к уголовным делам. вот такие вещи. Вот. Ну, вначале я попал вначале я попал на 5-2. Это была стройка электростанции примерно километров от Магадана наверное километров 600-700 так примерно. нас погрузили на студебекер и в этот студебекер такой был знаете фура такая крытая брезентом. И вот мы нас полотную набили и доехали до этого Д-2. Там действительно были очень тяжелые работы. меня например заставили там в день надо было 15 бурок сделать. Это в этой почве как камень. Надо было ломом вручную выпить вот эти бурки примерно на глубину больше около метра. И конечно у меня таких сил не было. И вот этот ломик даже настолько была промерзшая почва и очень тяжело тяжело было бить благодаря что тупился очень часто этот инструмент лом сам. Надо было все время оттягивать его на костре затачивать и так далее. В общем работа не шла. И тогда меня отправили поняли что с меня никакого толка нет на такой работе. Отправили дальше еще в Усть-Неру на Рескитово там был рудоремонтный комбинат который состоял из обогатительной фабрики внизу а вверху в сопках рудник. Вначале в руднике добыча была польфрама а на фабрике была значит была его обогащение этой руды. Значит там мы дробили эту руду очень тяжелая работа связанная с грохотами с грохотами это вот такие мельницы которые размалывают камень и настолько тяжело было работать потому что там ничего не было видно из-за пыли из-за этой которая была поднята в результате дробления а потом промывка шла все все то чтобы раздроблено шло вниз и там уже свои были рабочие которые выпирали лопатами ну в общем работа шла я там проработал примерно около трех лет и получил туберкулез но вообще-то когда я освобождался мне почему-то давали диагноз что у меня не туберкулез а силикоз производственные заболевания вот так вот и только в Магадане когда меня положили в стационар уже я был освобожденный врачи распознали что это не силикоз а туберкулез но у меня было тяжелое положение я карпал кровью вообще умирал а потом значит в общем вылечивался потихонечку через некоторое время через некоторое время мне отдали высенку причем значит считали что это большая милость по отношению ко мне была сделана я мог выбрать место ссылки значит или Кемерово или в Новоркуту или в Дубров-Лавь или еще куда-то в Мордовию вот но я выбрал самую южную точку Караганду где вроде бы как мне казалось теплее всего после Колымских морозов и поехал туда там я два года был в ссылке а потом значит меня освободили я вернулся в Москву получил паспорт начал лечиться от туберкулеза от туберкулеза это очень основа было очень тяжелое заболевание у меня связанное со многими больницами длительное заболевание и в общем я еле-еле выпал после операции были различные бутернолезные лёгкого у меня долю лёгкого угорели ну в общем короче говоря квотанол тоже немало ну такие вот такая вот петрушка потом значит я заканчивал уже институт строительный работал в Моспроекте долгое время а по окончанию работы уже когда вы уходите стал на пенсию я у меня было хобби писать стихи я написал стихи писал и проза у меня есть вот тот ванильский порт книга если хотите можете прочитать здесь есть эта книга наверное может дать представление о моем творчестве я член союза писателей стал меня рекомендовал туда никакие ни платы ничего меня рекомендовали очень порядочные люди Жигулин такой если вы слышали поэт известный Ивиш Решерский вот такая вот вещь я я Юрий Львович может быть что-то вы еще почитаете какие-то стихи может быть еще какие-то стихи еще какие-то но это стихотворение еще раньше было сочинено вы легко догадаетесь на кого это эпиграмма он покоривший всю страну затмил и солнце и луну затмил вселенный дальний свет затем себя и свой портрет так ну теперь я прочитаю про маму это ко мне как раз когда приехала мама туда в лагерь в озер Влад то все были удивлены все заключенные мама мне взяла мне выставила корзинку на варте и сказала ешь там я тебе приготовила все там из Москвы привезла вот и когда я уже через вторую варту приходил к себе шел к себе в парад меня окружила огромная толпа и кричали Юрий Львович Юра это мать твоя приехала это она тебе такую корзиночку подарила да я говорю ну я говорю может быть вы со мной разделите это нет нет это твоя это твоя это твоя посылка это мать твоя это святое для нас никто не тронул из посылки ни ночью не было никаких посягательств хотя люди были голодные вот вот сейчас я значит прочитаю посвящение маме своей по крышку столь шкура стреляю разносится звонко и эхом тот окрик озвучит тайга но что ей тайга что ей штык с автоматом она их раздвинет и к сыну пройдет пусть лагерный опер облаят за матом я мама встречаю тебя у ворот мы скоро обнимемся сердце растает не в силы такой чтоб нас просто разнять люд лагерный встал а тебе он узнает мне можно гордиться за русскую мать еще относится к лагерине хватит наверное потом может быть вопрос враг народа называется пила не берет не рубит топор лом выпадает из рук много воды утекло с тех пор но помню я морд и сук усатый нарядчик с дрыном бугор призраки сгинувших дней много воды утекло с тех пор стала память прочней я твой верный отказчик гулак ты мой вечный кондей неодолимые нормы кубак разве они для людей я отказчик вот вот и ответ на дурацкий вопрос к воле тянутся десять лет сквозь жару и мороз время катит зачем куда освободили раба стал я ударником ком труда сбилась гайки резьба пила не берет не рубит топор лом выпадает из рук а на душе погляди в упор запретная зона вокруг вот это значок я присущу сюда это мне подарили управление якутской области вот это сата республика сата за то что я принимал участие на строительстве дороги не только на обогатительной фабрике работал но и занимался строительством дороги поэтому я сегодня просто особенно я не люблю попрекучками заниматься спасибо любви какие-нибудь вопросы будут есть у кого-то все хватит спасибо любви мы оставим блин вот журма это параход на котором нас вы возили журма там три трюма было американский я немножко другое поколение такое 48 год это серьезно извините я конечно познакомился северо-востоком немножко в другим условиям если кто-то из вас вспомнит 1960 год когда при Никите Сергеевича Хрущева было сделано стороннее сокращение вооруженных сил и из армии было вверено миллион двести тысяч и пожилых и таких как я молодых где-то там от 20 до 25 лет северо-востоком вот это вся когорта людей вот этих я уже был офицером в 60-м годах осталась безработной все кто-то чего-то искал в 61-м году в 1961-м году 12 апреля я ехал поезде в Москва Хабаровск и в этом уже апреле месяце я уже был в Симчане я из Хабаровска прилетел в Магадан из Магадана Симчан Симчан 400 километров от Магадана в переводе с якутского это солнечная долина так она на самом деле и есть и стоит вот прямо на реке в голову но видно то, что ребята были молодые любознательные весь поселок Средниканский район это было и там было свое благоразвиточное управление которое занималось как раз разработкой золотых точек искали не как сейчас все то что было наработано именно в те годы сегодня просто хищически добывается разбирается такси это ужасно что там сейчас делается потому что я контакчил на сегодняшний день с некоторыми и с колоною и с Симчан и Амсовчан я контакчил залил креста и смысл швид вот там впервые я увидел вот этих политических заключенных которые отсидели там и 20 лет и более там создали семьи одна мужчина сидел 20 лет женщина 15 они создали семьи потому что некуда было ехать там семьи были все порожены на мадельке они остались там там впервые я услышал такое звание воинс как там брех там впервые я узнал что оказывается до войны были заслужены учителя чего я конечно никогда не знал и дружил я там с заключенных которые были посажены в 49-м году это были китайцы вот когда образовалась китайская народная республика да вот этих вот там буржуинов вместо они привезли сюда на колонну чтобы далеко не везти они жили сочарьи но ребята большие труды любви они спахали землю ввиду того что на около ме очень много да и вообще в Магаданской области там очень много микроклимат вот далина и микроклимат потому потому что меня проходит а там тепло до 40 градусов тепла но сейчас я первую зиму пережил минус 50 сердце после после необходимости я был переведен в пивиэк это самый крайний при мне образовался этот город назван городом пивиэк вот жил я там в Аппельгина это на 20 километрах от пивиэка и там я увидел первых ласовцев настоящих тех ласовцев близких братьев вот эти ребята были очень много в пивиэке если кто знает вот Юрий Негодович сказал 54-й год я так ориентируюсь по времени вот где-то в это время вот в это время если кто помнит или читал то создалась группа заключена но были там по-моему в углове именно вот эти логи значит они подняли восстание и пошли по берегу на Чукотского моря это вот как раз Аппельгина там такие были там на ней есть они конечно просто сейчас брошенные прииски южные восточные вот я знаю я знал северные восточные западные южные я меньше знал оттуда это урановые прииски я бывал на них на все и вот оттуда пошла эта группа по берегу они значит все бежали туда в сторону мысли тяжело ну из расчета бежать туда в Аляску но здесь побережье очень сильно заселено не численно а очень часто вот мысли Кипера если кто-то врач был такой урангель знаменитый там значит есть дома охотников на звери морского потом избили и так далее туда до Шмидта вот туда короче их там отстреливали чтобы не таскать их ну просто отрезали голову и получали деньги этим занимался местное население он сам потому что как раз в это время жил если кто читал такой летит уплыет горы вот такой семушка тих он как раз был бригадир он ставит им дома советская власть чуть-чуть береговым шевчам становили дома чтобы они не жили там в ярангах своих этих а жили в домах ну они жили в ярангах а собаки жили в домах здесь как раз я хочу сказать что как я тут попал куда лагеря ну как бы ребята были молодые помните делали такой юный техник всякие такие журналы из мотоцикла делали трехколесный мотоцикл а колеса делали такие надували резина там камаза грубо говоря и вот такие колеса большие такие и на них можно было спокойно ездить по тундре по болоту по этим и вот тогда мы тогда добрались до этих лагеря в Пелике мало жило в мое время да собственно же не было заключенных их вывезли в 1956 году когда вот это прошли вот эти вот восстания то тогда решили приняли значит решение вывезти ничего это сзади там были дальше в Пестолку там стали приезжать были наемные и их надо было заменять и их тогда вывезли последний по-моему это плохой ушел из бутына в 1962 году в 1962 году это уже какие-то просто так богодатское издательство тут было впереди всех она печала книги о книге воспоминания не только стихи там было очень много прозы и это было очень интересно вы понимаете когда читаешь и потом ты же видишь этого человека и сравниваешь ну мало он еще там вред что ли никак не может живой я же молодой человек я не могу этому поверить оказывается вот он живой вы понимаете вы сегодня вообще присутствуйте при уникальном случае даже я мурашки когда я вижу Юрия для меня это прямо мурашки потому что я вижу настоящего человека который пережил именно там в этой сне и прекрасно знает вот вот эти книги пошли и народ который стал приезжать в 60-х годах особенно очень много приехало где-то 1962 по 1967 год очень много приехала интеллигенция москвичей и приехало очень много из Денинграда но вот когда я увидел этот край я умел уже образование художественное я связался со своим родителем мальчис-художец и я говорю вот такие дела значит как тут мне быть в этом плане я же еще и работаю по всему я уже перешел в полярные леса вот водил там суда эти которые там шли от мысли тяжелого до головы и я говорю что мне делать и это у меня мой учитель такой если кто знает этот макет много музея макет это и сталинградский это звучит с чем они делали мой отец дышал его такой Ефим Исаакович это мой первый учитель и он сразу дал команду чтобы ты как можно больше там всего и сделал но для того чтобы все это сделать надо было видеть и вот тогда я начал там присылать я первую выставку сделал там в 65 по моему году я ее довез до Хабаровска сначала в Магадане в Аховск потом я уехал в Хабаровск потом я ее там потерял и колочек короче так вот все у меня осталось очень много работы там в 69 году в 79 году я переехал в Магадан я жив в Магадан вы понимаете по этой трассе это Калинская трасса о которой мы сегодня говорим ведь вот как Сталинград по Волге да от тракторного завода до Красноармейска до километров 60 и все это в Сталинград точно так же в Магадан вот он как начал там от бухты Нагаева и как идет по трассе и так вот это все в Магадан только Магадан четвертый километр где стоит знаменитая тюрьма который я очень хорошо знал 13-й километр это первый аэропорт Магаданский потом Магадан 47-й это второй Магаданский аэропорт и сегодняшний Магадан 26-й километра где я прожил там очень много литвов вот где-то с 70-го года когда вот видите то что я сказал про Севчан про урановые эти рутники вот эти прииски где мы там лазили а оказывается там лазить было нельзя потому что там выработки эти выброшены от вала были брошены не полностью выработаны и вот тогда я принял решение имея время проехать по этой Калынской трассе она ведь не велика там до Якутска там по-моему 2000 что ли 2000 километров Магадан по-моему 1200 по-моему 1042 по-моему 1042 километра по Магаданской области по-моему ну ну неважно 900 километров 800 и а тысяча 100 километров чьи-то там по-моему даже по-моему Тей и когда я принял такое решение ну честно Если я вам скажу честно, я доживясь в Певеке, я никогда не ездил на югах, на это, там, смотри, классный, где-то мне это было все не нужно. Я жил среди Чукчи, я спалялся по реке, я охотился, рыбачился, я жил среди Чукчи. Чукчи, очень интересные люди, можно, говорит, поехать по анекдотам, которые мы наговорили, да, там всякие, что Чукчи с телефоном разговаривает, кушать хочет телефон, да, но это все верно, да, это очень интересная культура, это очень добросовестные, добрые, отзывчивые люди, которые научили меня на сегодняшний день очень много. И вот тогда я принял решение, уже живя в Гадане, я жил в Пенсерском километре, и я решил проехать по этой трассе. Но ввиду того, что мне не надо было никуда ехать, я пришел в морской корпус, откуда шли дальнобойные вот эти автомобили, дальнобойщики назывались. Люди очень удивительные, люди все знают. И вот они, значит, повезли меня, как сейчас называется, автостопом. Я решил первый раз проехать. Я, значит, проезжая где-то 100-150 километров, так называемые были профилактории, причем оно построено все очень на высоком уровне. Если водитель проработал лишнее время, ему просто останавливали и велели отдыхать. И я в этой профилактории, но тогда все было проще, потому что никто денег не брал, тем более в Багадане, у них совершенно другие деньги были. И когда я там приезжал, ну что ли такое дать, этот самый, комнату там или в комнате, койки, ну не было проблем никаких. Даже кормили бесплатно. Итак, я проехал до Уснеры и вернулся назад. Когда едешь с этим автомобилем, с этим автомобилем, с этим шофером или как его назвать, он же один, он крутит, тот спит, если напарник есть. Этот, значит, крутит там, или на селу, или потом пошли татры. Вот здесь, когда он начинает рассказывать, что вот здесь, если ты здесь выйдешь, вот пойди засох, вот видишь, там что-то торчит черное, вот туда иди, там лаги. Но вот это было толчком, это было толчком для того, чтобы я это не совершил. На следующий год я поехал уже, зная кое-что, зная места, которые я хотел. Ну, видите, первая это была, у меня остановка была горы, знаменитая гора, она у меня есть. У меня вообще, я просто, ну не по силам мне уже таскали эти штуки. И поэтому я принес только вот эти, именно трассы, которые я сам лично проехал. Ведь у меня все мои работы, они, я там, да, буклетки у меня тут несколько штук есть. Я, понимаете, у меня нет ничего, чтобы я что-то там придумал. То есть я видел что-то, но единственное, что я мог каким-то образом там переосмыслить у себя и сделать эту работу, потому что я, если кто знает, такая раньше была группа художников неформальных, которые выставлялись на Малой Грузинской. Я там, если кто бывал, там в подвале. Это, кстати, днем 28, где жил Высовский, только там в подвале. Это там выставничный зал, и там я выставлялся с 1976 года, я сюда привозил свои работы. Первый раз я остановился вот в этой горе Монаха. Она своеобразная, она как ссотка, ну, как в дальневосточном. И там вроде как фигура такая из человека, из головы, все-таки черного цвета. И у меня их даже несколько родов таких. Я там действительно, я там остался, у меня было свое, значит, спальное место. Я там остался. Вот там я уже начал делать зарисовки. Зарисовки. Когда уже там, значит, мне не было, я еще ездил и без, я с карандашами ездил, с цветными. Там, где уже не было карандаша, писал просто цвета, те буквы, которые красные, значит, К, синие, значит, С. И так я поехал опять в Усть-Мэре, вернулся обратно, я нашел кучу интересных листов. Я ехал где-то в августе месяце, по-моему, где-то в 70-м году. И я был в лагере. Вот здесь есть книга. Она у меня дома тоже есть. Вот это вот, я ее увидел, но там лежит. Крещение Адом. Это очень сильный фотоапол, который сделан был в 20-м году в 2003-м году. Сережа, это... Вы понимаете, сейчас там все ездят. Кому не время, они едут туда, вот эти артефакты, там, вармуты, притаскивают там себе, не знаю, для чего. А в то время, я не знаю, был ли я первооткрыватель, но думаю, что у меня был один из первых. Так, и я помню, где-то в районе, вот я сейчас очень помню, там Эллипризка, Лаза, Лазова, меня Мишка загнал туда наверх, она идет, на камни, значит, мы, откуда он на меня лечил, я на него кричал, я на него камни, ждал, когда он идет. Вот так где-то просидел день, на следующий день только он меня, то есть сел и ушел. И вот такие разные приключения. Я был на прекрасном яблевом перевале, я там остался, она у меня тоже есть большая. Я, значит, там остался, они когда залезали, там ребят эти, дедобойщики, там, значит, передыхали, вот перед спуском. И вот я тоже, там я провел двух суток, я там был на горях. Ну, скажу, что за летние поездки, а я проездил до 76-го года, каждый год я тут проездил, я сел себе, конечно, для меня был просто орден. Вот, потом я уже, значит, стал опасаться и стал выходить на трассу, потому что там уже вот это медведи, они, ну, много, короче, что я могу сказать. Вот, я, потом я уже туда ездил с ружьем и срочи. И вот я сделал целую коллекцию на меня сейчас. Ну, она по музеям, музеям Союза, разошлись эти работы. Я сделал большую коллекцию Колымской трассы, я ее выставляю. Когда я выставлялся на Малой Грузинской, я вам покажу. Вот сейчас достану. Вот это Колыма, это моя Колыма, Колымская трасса, Колымская ностальгия, такие названия, и это, что это до того момента, они все звучали. То есть вот эта колома. Потом, как вот это все ко мне изменилось отношение, и уже я не стал писать такие буквы. И будучи как-то на собеседовании шапочек Людмилы Васильевны в музее Ремика, значит, она говорит, знаешь, Юра, это где пойдет, все, поменяется. Появились частники, которые могут туда попасть в виде своей воли, и даже при твоей жизни может быть. Я говорю, я бы даже с удовольствием посмотрел, куда еще поедем. И вот тогда у меня начнут эти все выставки, которые я буду готовить. Сейчас мы готовим с моей женой, она, кстати, Капчелелка. Мы готовим на октябрь, ноябрь, декабрь, три месяца, наверное, будут подряд. Это мы вот будем делать эти выставки уже, к сожалению, таких названий, как Колыма, которая у меня в ушах звучит, она уже больше не присутствует на моих выставках. Я хочу сказать, что Колымскую трассу я как-то с болью всегда. Сейчас сказал кто-то, что нет городов, да, нет, вы понимаете, это сейчас называемое, так и изображение, мертвые города. Я вообще в шоке, ведь было столько затрачено денег, сил, столько там людей, люди становились там в своих профессиях, и эти города не нужны, вы представляете, я в шоке, когда стоят пятиэтажки, все окна выбиты на скоте. Сейчас мы с 75 лет в Магаданской области, мы сейчас собираемся туда лететь, вот 16 июля, по-моему, ну, купим опять вам ЧАЭС, эти, Л-62, сегодня ЧАЭС, значит, туда слетаем обратно, ну, не знаю, если меня жена, конечно, пустит. Вот такая трасса, я ее очень люблю, а дальше все-таки я совершил поездку зимой. Зимой, конечно, намного двоярно, удобнее по дороге, но неудобнее и за холодом. Но ввиду того, что я уже везде побывал, и, конечно, зимой я уже, ну, это просто было, ну, немыслимо, зачем я пойду зимой, там, туда в шоке, где снег, там, пахнет, это естественно. Но я посмотрел ее зимой. Зимняя у меня тоже есть, тоже есть. В музее Магаданья, вот я сейчас туда передал 15 больших работ, больше метра, туда она сейчас ездит, вот эта выставка ездит, моя по Колымской Кагас-трассе, я прослушал, чтобы она именно по трассе ездила, и чтобы вот эти поселки, которые, ну, что такое ягоды, 3000 человек, я вам скажу, что в Абатнихе вообще народу нет, а жили полторы тысячи. Нет народа, это вообще шок для меня. Я даже, ну, ну, только вот ящичами, которыми переписываюсь, и с ними только я веду эту переписку, и мы, конечно, скорбим. И снова Колымская трасса, там, дорога, как смерти, и там, да, вот это вот такие были названия, но это все как-то сейчас это уже не надо никому. Там уже эти всякие внедорожники и прочие, эти там чипики, которые там носятся только как экстремант. Я все рассказал, то, что я, наверное, знал про Колымскую Тассу, я вам хочу сказать, хочу вам задать внимание, вас немножко оторвать. Значит, мой друг решил ему возвращаться с мыса Шмидта, с мыса Шмидта, и он, говорит, я больше не приеду, он был бы в последний раз, по 120 лет лет летчику бабушку. И он, значит, на свои деньги, ну, там, землетрясение, наверное, все-таки побольше, чем у нас с вами, он, значит, делает свои памятники, значит, он на свои деньги памятники делает. Вот это Джеймсу Куку, ведь мыс Шмидта не Шмидт открыл, а это мыс Восточный, и открыл его Джеймс Куку. Вот это мы выяснили, это его памятник. Теперь он сделал памятник, ввиду того, что рядом с мысом Шмидтом проходит 180-й меридиан, он, значит, поставил вот такой вот памятник, тоже на свои гроши. Теперь, значит, третий, вот у меня их там несколько, у него еще что-то, что я там говорил, это вот коса двух пилотов. Она 26 метров длиной и 18 метров высотой. Это все он сделал, собственно, не за свои деньги. Я эти фотографии сейчас от Сиры Калтова, я отдам вам, отдам вам. И вот здесь у меня, значит, есть, я дружу в Русском географическом обществе, там с некоторыми ребятами, и есть такой парень, значит, Алексей, который, значит, сейчас в этом году опустился к Черюскину, к теплопроходу, который уходовал, который спасали наши верщики, и который был вновь с Шмидтом, он и Юльичем, вот сын недавно умер, так что вот у него свой пароход, это я вам отдам, если вы хотите, значит, вы там все это посмотрите на интернете. Ну вот такие новости, я с ними переписываюсь в электронной почте, я с ними веду телефонный разговор, благо сейчас это можно, вот, только я говорю, потом такое расстояние, потом вам говорит, действительно, вот этот сигнал идет очень долго со смешившими, да. Так что люди там есть, энтузиасты остались, пусть они такие же старые, как и я, пускай, но эти люди есть. А те, которые молодые ездят по трассе, и те, которые ее оповещают в интернете, я думаю, что сродятся. Придет новый поколение, придут новые молодые люди, которые туда придут. Вот пришла интересная женщина, Лану Борисовички, да, пришла сюда, немножко поздавала. Она имела свой музей, репрессирована отца, вот она все до сих пор воюет, вот видите, такая... Почему отца всех репрессирована? Не слышала. Почему отца всех репрессирована? А, всех репрессирована, ну извините меня, всех репрессирована. Я вот, видите, немножко поздавала, что ты пришла, да. У нее был свой музей, но сегодняшняя власть ее отняла, конечно. Ну вот примерно то, что я хотел вам сказать. Спасибо, что меня сюда пригласили, я очень рад. Я знаю, этот музей со дня его, наверное, основания. Мы с вами Валентиной Ивановной всегда пытались выставиться в том заливе, в том кирпичном, да, его сейчас там отделали. Я хотел там выставиться, но я очень рад, что эти работы мои, они находятся здесь, именно в стенах этого музея. Потому что я, Сахарова, ну даже немножко не знал. Как и почему я направил мой музей Рериха, как я знал Святославу Николаевичу Рериха. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Вопросы есть к Юрию Романовичу? Да, пожалуйста. Я, да? Все, Юрий Романович, а у меня такой вопрос. Просто мы не видели ни одной вашей зимней работы, а вот здесь, когда мы смотрим, то есть вы не писали как-то принципиально зиму? Нет, зима у меня есть. Я говорю про краску. У меня есть, есть, есть. Оно у вас написано такой же? Нет, но в таком же стиле. Я, если кто знает, такой турческий был, есть колесо, так говорят, трёх едини. Я из него, и вот мы, да, конечно, в таком стиле, потому что этим Малая Грузинская она меня немножко подпортила, но в таком, каком-то сервистическом, фантастическом живопись я занимаюсь. Я занимаюсь до сих пор. Я вам скажу, я вам не говорил, я сейчас отдал свои букеты. Я занимаюсь тремя темами. Вот это Колымская трасса, то, что я спел. Потом, там, где я жил на Черкотке, на Черкотке, меня там знает вся тундра от Анатрия, Гижики и, да, по-моему, Багаданская тундра. Это все меня знают, потому что я у них там не сдержал. Вот, то есть, где я был, и на полярном круге. Вот у меня, видите, какой этот папа, да? Это потому, что это в России Антонболисе, я ее видел с обычной дня. Вот, то есть, я здесь был. Я там, на острове Радуле, я там живал, а у Чукчей, я вообще там проживал месяца, и мне это все очень нравилось, и в Тундре, и в Тайге. Я там был и в Таежном, я специально ездил, занимался вот эти вот, вот сейчас это татуировки делают, вот эти, да, вот сейчас по телевскому, а там раскрашенные, да? Ну, это так надо, я не знаю, сегодняшний молодежь. А у Чукчеев, особенно у Таежа, это имели определенные, как паспортные татуи. Если она сделана, я вот сейчас пишу, как я реставрирую большую работу, которую я вот выставил, вот это именно время. Вот так, и я сказал, и третье, ввиду того, что я прилетал в полярной авиации очень много лет, в Рахмоте потом, это я возвратил рисование самолета. То есть, я ничего не придумал. Еще даже О, Исепери, Антуан Де Сен-Де 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 Сен-Де, из носа всего литерала на ветро, Иван, значит, там пытался рисовать. Я это дело просто возвратил. У меня очень много работ, мы занимаемся сейчас в Леваневском, так что я вот и данный музей подарил, эта работа будет выставлена по-магам, это завтра, послезавтра. Вот, ввиду того, что сейчас идут сегодня, вот открывались памятники, завтра мы едем к памятнику Бадапьянуна, Хадынской гульвары. Вот, так что, жизнь идет, и я, естественно, что-то еще делаю. Спасибо, спасибо. Только на меня смотрят. Спасибо. Юрий Иванович, ну, а я хочу рассказать немножко вот эти художники, но я его знаю, и с нами, и вот и я живую, и я буду обратить на них внимание. Людвиг Каевич Симонов, он подростком пережил блокаду, был вывезен из блокадного Ленинграда, и сначала жил на алтаре, а потом его отец был направлен на работу на полуну, и вместе с отцом он стал, в общем, жил на полуне. учился в Ярдовском, в школе-интернате, и во время учебы к ним приходил расконварированный художник, заключенный художник, который стал учить рисунку Людвига и его сестру. После окончания школы год Людвиг с экспедициями, с геологическими пассиями ездил по Колумену, а? Да, да. А вот, знаешь? Да. И потом, в 47-м году, ехал с Колумы, и, собственно говоря, больше никогда не возвращался, но вот эти... Есть. Но вот эта тема, тема блокады, и вот колумская тема, тема колумских лагерей, она сидела у него внутри. И, в общем-то, в 90-е годы он начал писать, по своим воспоминаниям, вот стал писать Колуму. Колумские лагеря, целая серия. Выставить эти работы, особенно блокадные, которые он очень удавался выставить, а колумские работы он не мог выставить, их просто нигде не брали. И его сестра после смерти подарила всю серию колумских работ, подарила нашему Сахарскому центру. У нас в 2009 году была большая выставка, ну а сейчас мы просто вот показываем именно ту, которую запомнил Людмин Симонов и которую отчасти вы... Вот если вы видели документальный фильм, то вот эти кадры зимней Колумы, они очень перекликаются вот с этими работами. Ну, все, спасибо большое за внимание, собственно говоря. Если у вас нет вопросов, то наша... Наш вечер, наша библия вечер сегодня закончится. Спасибо вам. Я положил вот букеты, если кого-нибудь не перешло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok